ну вот это вот церковь реставрируется наша которая мы там бегали лазили там такая панорама это вот дорожка куда куда по ней мы ходили на нару они можно попасть и там еще дальше на наташке микульшиных дачи дальше ехать панорама прекрасная сегодня девятое мая а это вот дедушки дом вот здесь вот где мы сейчас там за заборчиком это вот эта баня сейчас тут понятно что дедушки уже нету с бабушкой давно тут часть тетя галя живет смысле не живет а их не дача сами они москвичи вот сейчас тут они тетя галя семьей закрывать это вход за задней части двора вот деревенский дом обитый сайлингом правда уже это вот такой у нас тут у них тут дворик вот так ладно ну а сюда напомню лазили я тут все оригинал старинная тут у них была корова какие-то хрюшки у бабушки с дедушкой там лазили я помню сейчас это не полезу так это вот чулан чулан а вот мы тоже лазили вот от двух коров вот это был коровник такой коровник сейчас тут конечно тут вот стояла корова или поросята тут стояли но запаха уже нет запаху же такого нет сейчас тут просто такой а тут еще куры были он откуда еще осталось следы их и же их жизнедеятельности сейчас тут уже кур нету так ну ладно это вот огородик вот такой дом но на 2 на 2 семьи от забором одна половина а это наша половина я помню когда тут учился из класса ходили у каждого класса было были как бы привязаны какие-то ветераны каждый класс ходил к ветеранам я помню мой дедушка был наш класс был вроде бы к моему дедушке вроде ходили пару раз я точно помню вот так ладно а нет не соленько то это обито вагонкой так ну вот такой деревенский домик что тут еще есть гараж косилка стоит ладно все а это мухомор так а тут вот когда еще выходишь что было понятно где еще примерно этот дом стоит тут вот если повернуть там вот такой вот вид как бы стоит на на холме так вот такой вот если поэтому плитами ехать то нужно было подниматься вот такую вот горку вот тут такой вот вид на пляже там коровники не знаю не действующие ли не действующие коровники интерес вроде действующие какой-то там песок не знаю коровы там есть или нет мычане не слышно наверно нету там коров вот такой вот и красивый там где-то нара самое главное это вот что здесь есть настоящая русская печка так как же снять то она не влазит в кадр в общем печка здесь бабушка делала такую вкусную как ее называют кашу пшеную это что такое это обогреватель так печкой вот мы прыгали отсюда вот это печка мы прыгали отсюда вот на диван так это у нас печка вот отсюда эта печка так это у нас что это у нас ван бедрум ван бедрум двухкомнатные а это как бы кухня а зачем матрас сюда кладется получается тоже комната так вот нет вот кухня вот кухня вот такая терраска 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 вот и вот еще а вот кухня вот кухня но это как бы летняя кухня здесь зимой никто не живет тут только летом летняя дача летняя дача так вот так кто такой непонятно айс на крыше айс на крыше нежной земле так оба а я качаюсь на качелях вот так хе-хе-хе сейчас вот по городку я гуляю вот вот поэтому дома пофоткаю сейчас у меня задача сфоткать все дома с первого и по это вот девятый так тут Сардановский жил по-моему по-моему балкон его вот это второй этаж налево если меня не изменяет память так так идем дальше так это что плиты нет это пешеходные плиты что ли нет это не пешеходные плиты по ним не гуляют так так это восьмой дом восьмой дом так ладно я буду их фотографировать видео я делаю здесь много не буду вот а это какой дом это я не знаю какой дом так здесь мы играли в автостоп помню я Женя Ефимов кто-то там был такой 율 был еще такой Женя а был еще Женя надежный блин из-за забора снимается так вот наш второй дом любимый а вот этих труб тут раньше не было я точно помню потому что если бы они были я точно бы помнил что мы по ним лазили сверху они бы никак бы не могли бы избежать этой участи чтобы и чтобы чтобы мы по ним не уж я бы точно там бы лазил но я такого не помню значит их здесь не было того чего я не помню того не было такая вот железная логика вот они мои родные родные лужи каля я просил родные лужи сфоткать раньше вроде бы этих луж даже здесь не было черт его знает вот наш дом так восяткин подъезд 3 всякий подъезд был он жил на пятом этаже направо он тот кирсанов и там вот жили вот его балкон если я если мне не изменяет память так там жил алонцев в четвертом подъезде так а мы жили во втором подъезде мы жили вот в этом подъезде тоже машины ставится куда мы так мы жили вот третий этаж направо 1 2 3 3 этаж направо так подожди раз два три так потом выше федосеева и выше шмачкова так с этой стороны это вот не помню фамилию 2 2 этаж ирка терехова она младше нас была она сейчас это уже идет это в подольске третий этаж не помню четвертый ена витринский жил здесь витринский так тут витринские жили где-то не там я не знаю я не час витринский как а в том подъезде я помню жилы на втором этаже налево жили по моему делать не помню как фамилия же такая девушка женя женя старше нас было ладно по детстве не буду заходить прошлый раз заходили хватит от мучающий раз сюда мы зайдем здесь жила забусла его второй этаж налево забусла его он ее балкон ольга забусла его я за ней все время наблюдал у меня был театральный бинокль я за ней наблюдал когда она стояла на балконе у нее были такие виды очень интересные которые были заметны только в бинокль на девушка такая была развита и у нас так ладно одесса нет поезд они будут заходить следующий раз как нибудь а вот здесь раньше был вход в сказку тут был такой деревянный большой час башня такая часу как она с мостом на цепях ее разобрали деревянную башню но вход замечательный все равно остался плиты же лежат и же не разобрали и входишь запах такой кстати в запах нет блин я вспоминаю этот запах вот этого хвойного леса здесь же ели елки растут очень передумая дома фотографировать я только с девятого по 1 снял и все слишком это там ходить если время будет я лучше решил посвятить сегодня сказки вот вещь взяли дерево сверх ногами перевернули сделали вот такой вырезали это было еще при нас и так понимаю так надо так движемся дальше не знаю насколько у меня хватит аккумулятора так турники это я не помню были они в наше время такие турники и эти вот нет по моему они кажутся мне свежими черт его знай так но вот этого кормушки точно не было это я точно помню так движемся дальше там есть еще был еще второй вход сказку мы через него выйдем сейчас он будет левый поворот все правильно мы будем приближаться ко второму входу в сказку тоже турник так вот тропинка классный блин хочется пройти по тропинке там хоть мужик с собакой собака большая страшная сука по тропинке что пойти а пойду-ка я по тропинке сразу двух зайцев убил избегу страшного зверя собаку из без встречу с собак и брать избегу заодно посмотрю что-то за тропинка я и честно говоря не очень хорошо помню может тут была лыжня наверх может быть здесь катали так но это понятно воронка от от снаряда кстати здесь ходили в лесу тут здесь же боевые действия это были здесь находили всякие маски маску маску нашли солдатскую вот не помню то ли ржавую такую то ли она была немецкая то ли было русская честно говоря не помню как это за маска какой-то блиндажи какие-то так ну и куда я иду ладно пойдем туда-то мало жна о кто-то забыл этот самый какой-то грибник так куда я иду в стаканчики стаканчиков есть раньше не было пластиковых это я точно помню так блин еще одна яма хочу эти за ямки такие я вот не помню это какое-то они со времен войны такие ямы или их позже выкапывали может какие-то учения здесь были просто как бы и по окапывались что мы ямки это я то что вот помню они вроде бы были еще с тех времен это мы здесь бы жили так он точный правильная дорога идем товарищи идем к это самый как она на дороге горошки к этой сплит которая уходит какая-то шпана так вот она дорожка этому срезали по гипотенузе 10 шпана до меня не доебется надеюсь а то мне нельзя больше трех килограмм поднимать ой блин это самое так вот эта дорожка так ладно насколько сейчас мы я хочу дойти только до того места где была легендарная горка горка там такой был холм наверху этого холма росли росло какое-то дерево ель наверное сейчас увидим ее и вот корневая система она как-то вымыта была и вот горка ледяная была прям вот по этим корням мы катились по этой горке на санках и прям вот по этим корням и горка была очень крутая и очень высокая было очень страшно сейчас я ее должен найти не знаю найду ли нет вообще дорожка идет туда и так понимаю в этот часть где эти стоят эти белые шарики там с тарелками внутри система контроля космического пространства так называемые с ккп если я правильно разбираюсь помню эту этих эти аббревиатуры всякие из этого терминологию космических войск я точно ее не знаю вроде бы так система контроля космического пространства вроде так эти шарики называются они же контролируют спутники военные которые летают там по вытянутой орбите в апогее там по-моему тысяч 50 километров она очень сильно вытянутая орбита а минимальное расстояние это перед апогей перигей там совсем мало может километров пятьсот шестьсот получается такой вытянутый эллипс и получается что он как бы все время грубо говоря на стоит на одном с одной стороны как бы земли так он называется пьезо оконик пьеза квази квази геостационарных спутники так ладно хватит юрец умничать начитался википедии так и выдает себя за великого космонавта то где же это горка там так не аккумулятора хватит здесь мы на великах и гоняли помню бум 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 был у меня какой синего цвета такой орленок он назывался родили как они называют сети 3 арен или не орлен так вот этого дерева раньше здесь не было это я точно помню блины как и чтобы я делаю какой-то ураган тут прошел наверно так это самое там должен быть спуск вон он уже видно что этот спуск так тут уже какие-то покатушки на танках наверное тут делали нету на велике здесь нормально можно все проехать хорошо тут раз так перепрыгну так и вот здесь зимой был центр интертеймент центр все все жители городка здесь тусовались тусовались зимой тусили как говорит сейчас молодежь вот было пусто так так не понял а где горка с корнями она была очень высокая и очень страшная о ручеек слушаешь вот ручеек что-то мне это напоминает весенние ручьи а где они нету весенних ручьев блин а где же это горка то горка наверно вот она вот этот она сосна сосны и оттуда что это было съезжали на санках я не понял там дальше уже точно нет потому что уже пошел подъем где она должна быть вот там над ней от этого овражка там она никак не может быть нигде уже так пока я прекращу съемку дошел я до этого места где уже начинается поле там дальше пошла дорога на этот на объект вот здесь мы помню ходили как-то с родителями делать там что-то шашлыки что-то такое там отдыхали такая полянка или сок значит вот такое замечательное просто место почему интересно здесь сегодня никого не 9 мая вообще никого нет в этом лесу вообще где люди алло народ куриловский вы где праздник выходной где ваши бангалы шашлыки непонятно так так часа он вот и бьем идем иду я обратно к этому карьерчику овражку овражку где должна быть не должна быть это горка из корневой системы сейчас я ее найду так вот так есть да вот по моему я ее вижу вон она вон там он такой склон вот сейчас я пойду подберусь интересом клещи есть это хвойный лес клещи должны быть меня руки вцепиться клеишь нибудь энцефалит ладно не будем они гати о негативе вообще лес куриловский вообще замечательная душ это самый лучший лес потому что он хвойный надо здесь сосен мало в самом деле был бы он сосновый был вообще бы просто очень хорошо он сухой весна только еще еще весна еще только вот только снег буквально недавно сошел а лес сухой вот у нас где я живу в тобино лес просто болотом были нами лес потому что он такой лиственны там даже не весеная там не пойми чего там экология у нас и полная плохая так все вот это вроде бы горка с ее корневой системы слушай но эти вот деревца то сколько им лет они вы могут вырасти вырасти так с 83 год в каком году мы здесь 818 35 за 35 ну почти за 40 лет эти деревья могут вырасти потому что вроде будет было открытое пространство уж прошло с того момента когда мы здесь катались почти 40 почти 40 лет 38 37 и вот горка с ее корневой сесть вот по моему вот 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 этот что ли был съезд вот этот режим или вон там сейчас туда пробираюсь и буду уже сверху смотреть понятно что поваленных деревьев здесь наверно раньше этих не было так запись то идет какая там передача что кто-то хоть мужик там ходит по прямой была такая передача блин у меня паутина на на объективе так надо поглядывать иногда на баженовым что таких для таких съемок нужна хорошая камера хорошая большой большой с большой матрицы но ничего я думаю еще никуда это не денется ближайший год 2 надо так откуда же мы катились на санках и было очень страшно прям по корням так дуги 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 может быть вот здесь но этих елочка тут него за 40 лет а я думаю они их ним я думаю меньше 40 лет я думаю этим елочку я не был очень маленький так ладно катиться можно было откуда еще катиться можно было еще тут и спят откуда угодно можно было катиться откуда вот можно было катиться он оттуда вот отсюда вот отсюда так пойдем теперь вдоль этого карьер чека это бывшее русло какое-то наверное реки но не реки может ледник тут шоу а может и реки были нет учета я не пройду деревья попадали где же это корневая система его и система может быть вот здесь вот так вот нужна так ладно иду я дальше в общем где-то здесь фотографии у меня есть детский этой горки черно-белый еще там не так не вычислишь потому что деревья проросли которых раньше не было деревья может быть вот здесь тоже нет здесь какой-то здесь маленький спуск не такой крутой и длинный такой крутой длинной ну во первых детстве конечно все казалось что очень громадная была мне кажется горка и очень страшный еще сочетание вот такой общей атмосферы входишь в эту сказку мост на цепях висит какие-то деревянные там эти как они не рыцаря как они эти воины-то эти русские называются и вот тут вот мы катай вроде вот там а корневой системы нет потому что наверное дерево уже это упало чьи эти корни были и землей как он называется этот культурный слой земли ну а может быть вот это ну в общем вот там где я был там самый крутой спуск тут дальше уже его нет таких способов ручейок ну да тут наверно было раньше какая-то может быть река весь в какой-то в паутине так но здесь тоже не похоже что здесь где-то спускались так или вот там может быть вот это нет в общем вот там где были теперь раньше где я был это был спуск не знаю кто помнит эту горку ребятах ребята вы помните эту горку я почему-то помню я почему-то я помню 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 эту горку вот что-то такую тоже похоже слишком большие деревья ну да тут уже дорожка выход на дорожку ух 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 все выхожу я из этой сказки аккумулятор садится еще маленькая поправка с этой горки я может катался это я помню никогда я был в четвертом в пятом классе а еще значительно раньше я в курилово два раза жил